В Рязани чаще всего можно увидеть ушастых сов, рассказывает орнитолог Елена Феонина. Они терпимо относятся к человеку, поэтому могут жить даже вблизи жилых домов. Совы сами гнезд не строят, они занимают уже готовые гнезда. Лесные совы могут гнездиться в дуплых деревьях, в полудуплых. А ушастая сова любит гнездиться в гнездах, например, врановых птиц, вороны, сороки. И в городе, конечно, они всегда есть эти гнезда, и вороны, и грача. И ушастые совы с удовольствием селятся в городах. Орнитологи наблюдают за совами. Чтобы найти птенцов, используется голос мамы совы, на которые они могут откликнуться. И тогда, если повезет, сфотографировать или снять видео. Советы часто сидят на деревьях, причем довольно низко. Так, совиные семейства увидели в городе недалеко от театра юного зрителя, в лесопарке, в некоторых микрорайонах. Ответ на вопрос, что делать с такими малышами, многих удивляет. Ничего не нужно делать. Как максимум посадить, если он сидит на земле, а вокруг бегают кошки, собаки, посадить его повыше, на дерево. Не обязательно на самую высокую ветку, но просто хотя бы метр-два над землей посадить. Чтобы его не съели четвероногие наши питомцы. Забирать домой. Совенка думает, что когда он вырастет птицу, можно выпустить на волю ошибка. Он не сможет жить в природе, потому что не умеет находить себе пищу и попросту погибнет. Оставлять себе раненых совят – тоже не лучшая идея. Птиц могут выходить только сотрудники специальных центров. К счастью, сейчас уже потомство сов подросло, и большинство покинули родительские гнезда. Они научились о себе заботиться сами. У орнитологов начинается новый сезон полевых выходов, когда за птицами наблюдают в условиях дикой природы. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».